Это новости в прямом эфире репортера. Меня зовут Григорий Блайда. Здравствуйте. Приморский райсуд избрал меру пресечения экс-вице-мэру Одессы Зинаиде Цверенько в виде личного обязательства. Теперь экс-чиновница должна являться к следователю по первому же требованию, а также согласовывать с ним свое пребывание за пределами города. В свою очередь сторона обвинение настаивала на мере пресечения в виде домашнего ареста и сейчас по данным прокуратуры решается вопрос по поводу подачи апелляционной жалобы на судебное решение. Экс-заместитель городского головы подозревается в служебной халатности в деле о гибели детей в лагере Виктория. У вигляді особистого зобов'язання. Перед цим прокуратура наполягала у своєму клопотанні саме на обранні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Зараз вирішується питання про внесення апеляційної скарги на вказане рішення. Досудовое расследование в кримінальному проваженні триває. З законом передбачені ряд ризиків, серед яких саме це можливі випадки впливу на будь-якого впливу і на свідків, війна потерпілих і на інші сторони. Це законом передбачені такі ризики. Тому ми зверталися саме з домашнім арештом. Перед цим зараз підозревана вона на будь-які виклики, і перші виклики, і необхідні виклики, вона звертається до слідчого. Апеляційний суд Одесской області в очередной раз перенес засідання по обжалованию решения отправить Сергея Долженкова в СІЗО по новому обвинению. В суд не явились сразу два главных участника засідання. Прокурор Юрий Богомолов по состоянию здоровья, а обвиняємого Сергея Долженкова по неизвестным причинам конвой не доставив в зал. Учитывая эти обстоятельства, коллегія решила перенести засідання на 18 октября. После оправдательного приговора в суде Черноморський Евгения Мефедова і Сергея Долженкова задержали і отправили в СІЗО по новому обвинению посягательство на территориальну целостность Украины. Тем временем родители учащихся юридического лицея бьют тревогу. Их дети подвергаются психологическому давлению. В лицее торгуют наркотиками, а руководство учебного заведения на это не обращает абсолютно никакого внимания. К ситуации подключились депутаты Одесского городского совета. Побывала в лицее съемочная група репортера. За несколько недель в лицее произошел ряд вопиющих фактов. Отравились несколько учеников. Директор угрожал лицеистке, недовольной качеством питания. Председатель родительского комитета была избита заместителем директора. Показательно за неделю после всего происходящего, после того, как я подала заявление в милицию, возбуждение уголовного дела, потому что это из ряда вон выходящая ситуация, рукоприкладство. И для меня было удивительным, что за неделю детям не принесены извинения. То есть наших детей оскорбили, нашим детям применяли слова, опции, забирайте документы. И вы знаете, это, наверное, больше всего показывает моральный облик нашего руководства. Я мама Аллы Великсар, которую оскорбил наш директор, обозвав ее овцой. Сказал, если тебе что-то не нравится, забирай свои документы и пошла вон отсюда. Я этим фактом возмущена, потому что директор даже не извинился перед детьми. Прошлого года их оскорбляют. Это продолжается уже второй год подряд за то, что они высказывают свое мнение. И им просто как бы не дают даже этого сделать. Наша мама пошла заступаться, выяснять отношения. Ее избили. Мы вообще в шоке от этого всего. И я считаю, что эти люди просто не должны находиться рядом с нашими детьми. Но это еще не все. Родители уверяют, что они установили факты торговли наркотиками в лицее. При этом руководство учебного заведения даже не назначило внутренней проверки. Я услышала о том, что на территории лицея продаются белые таблетки наркотического происхождения. Это конкретно от мамы мальчика, который видел происходящее. То есть видел, как это все продается. Более того, мы назвали имена, кто это продает. И вы знаете, для нас было просто настолько удивительно, что никто не заинтересован здесь в разбирательстве. В ситуацию вмешались депутаты городского совета и чиновники мэрии. Проверять лицей будут сразу две городские комиссии. Вчера была депутатская комиссия по проверке питания. Также департамент образования направит еще одну комиссию по расследованию всех случаев, упомянутых родителями в данном лицее. И после всестороннего изучения, я думаю, будет принято взвешенное решение. Радует то, что департамент образования занимает взвешенную и принципиальную позицию в данном вопросе. Если факты, указанные родителями, подтвердятся, я думаю, последуют кадровые изменения. Наша съемочная группа попыталась поговорить о имеющихся проблемах с руководством лицея. Но директора не оказалось на месте. А его руководитель в телефонном режиме попросила подождать до конца урока. Несмотря на обещания, залуч к нам так и не вышел. Проблемы остаются нерешенными, а руководство лицея не желает общаться с прессой. Константин Гречан и Анастасия Кричко, телеканал Репортер. В Одессе произошел обвал на дороге. Глубокая яма прямо на проезжей части образовалась на улице Львовской. Чудом никто не пострадал. Причиной обрушения стала авария в канализационном коллекторе. Об этом сообщают в инфоксводоканале. Местные говорят, обрушение произошло сразу после того, как коммунальщики залатали небольшие ямы по соседству. На улице Львовской асфальт ушел под землю. Прямо на проезжей части образовалась глубокая яма. Сейчас здесь перекрыто движение. В любой момент яма может увеличиться. Даже ограждающие знаки не останавливают любопытных. Полицейские отгоняют зевак, опасаясь, что может произойти еще больше обрушения и местные. Вон, посмотрите, только сегодня заделали. У меня есть фотографии провала этого люка. На городском сайте кто-то из ребят повешал, машина чуть не въехала. То есть, получается, провал один заделали и второй образовался? Еще больше. Он здесь и был провал, я им об этом говорила. Вот в чем дело. В инфоксводоканале назвали официальную причину обрушения. Авария на канализационном коллекторе. Местные говорят, что конфликт разгорелся, когда выяснилось, что поломку нужно чинить за их счет. Там 8 труб. Раз, два, три. Три трубы наши. Нормально все. Куча левака подключена. Они вместо того, чтобы искать левак, они забили нам в канализационные трубы просто деревянные клепки. У меня слов нет, но мы два дня плавали. Я ей звоню, она говорит, все вопросы на бассейн. И нас здесь разводили 15 тысяч гривен, чтобы мы это сделали. Я писала, что провал. Провалено полностью здесь все. В чем наша вина? Люк на дороге должна делать я. К счастью, в момент обрушения на дороге не было машин. Никто не пострадал. Плава Богу, мы не видели, потому что мы были бы в этой яме, если бы видели. Потому что мы выезжаем каждое утро и как раз в центр дороги. На данный момент огромную яму оградили. Обещают в ближайшие дни залатать обвал. Но местные боятся, что пока проблему с канализацией не решат, на их улице асфальт будет продолжать уходить из-под ног. Анна Городенцева, Наталья Долбуш, Телеканал Репортер. И жители домов, которые еще не организовали ОСМД, в последних платежках с большим удивлением обнаружили, что новые тарифы в шесть раз превышают прежние. Управляющие компании кивают на изменения действующего законодательства и снимают с себя любую ответственность. Тогда как в домах ОСМД такой ситуации не наблюдается. О проблеме на поселке Котовского расскажет корреспондент репортера Юлиан Аксенов. Жители многоквартирного дома на Заболотного, 38, бьют тревогу. В сентябрьских платежках итоговые суммы в шесть раз больше прежних. Горожане говорят, что повысились платежи за содержание придомовой территории и лифты. Платил я 114 гривен ежемесячно. Сейчас убрали из ЖЭКа, передали кому-то, я и не знаю точно кому. И платежки приходят 268 гривен, еще и копейки там, я не помню. И каждый месяц улучшений никаких абсолютно, все как и было. Свои действия управляющая компания «Суворовский» объяснила вот в таких объявлениях. На входе в каждый подъезд. Составленное сухим юридическим языком, оно лишь частично пролило свет на происходящее. Однако люди суть изменений уловили. Современные нормы бюджетного кодекса не предусматривают соцпомощь жителям домов, обслуживающиеся управляющими компаниями. Таким образом, ЖЭП «Суворовский», не получив денег на возмещение субсидий, которые за три буквально месяца июня, июля, август, выставил счета по полной, без учета этих субсидий. Вывесил объявление, которое вы видели, где указал, что пока, значит, как только будет изменена законодательная база, тогда мы вам вроде бы и начнем возмещать. А законодательную базу какой смысл менять? Она и так государство не отменяло субсидий, не отменяло льготы. За подробными комментариями обращаемся к юристам самой управляющей компании «Суворовский». Специалисты говорят, проблема всего в одном слове. А в итоге большая часть домов Одессы остается без государственных субсидий. Госбюджет помогает лишь обслуживающим организациям, а не управляющим. Хотя действующий договор между Суворовской райадминистрацией и управляющей компанией это и предусматривает. Проблема в том, что в бюджетном кодексе не предусмотрены выдатки в выгляде и субсидиевании надания пильх на послугу за управление багатоквартирным будинком. То есть из-за одного слова, хотя по сути функции поменялись только частично, утвержденные 150 приказом, из-за этого слова не предусмотрен механизм выделения субсидий и льгот. Поэтому пока что мы это делаем за свой счет. В кодексе написано четко утримание будинку та прибудинковой территории. А в договорах четко прописывается управление. И только из-за отсутствия одного этого слова возникла такая проблема – правовая коллизия. Отмены льгот как таковой нет, но пока государство их не платит, то, по словам юриста, их оплачивают управляющие компании. В цифрах этого не видно из-за опережения начисления платежей в Герц. Но, уверяет специалист, льготчики могут платить по-старому, невзирая на новые суммы. Оказалось, что в домах УСМД такой проблемы нет. Тарифы там определяют сами жители. В доме на Заболотного 38 попытка объединиться была, но идею похоронили безрезультатные собрания соседей. Да собирались по несколько раз, здесь и часть по подъездам собиралась. Вот не весь дом, весь дом собрать невозможно, вон 13 подъездов. И по 3, и по 5 подъездов. И так ни к чему не пришли, и мы оказались в вот таком виде. Дом очень большой, дом старый, все коммуникации рухлядь сплошная, текут. И люди не как человек, который изъявлял желание, доверие ему не оказали. Ну, в конечном счете, люди не смогли договориться о выборе руководства УСМД. Безусловно, право выбора формы управления домом остается только за его жителями. Но данная ситуация наглядно демонстрирует, что стимулировать граждан к объединению центральная власть решила также и на законодательном уровне, прописав ряд преимуществ УСМД перед управляющими компаниями. Юлиан Аксонов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.